всем привет всем здравствуйте дорогие друзья сами кисели давайте-ка сделаем небольшой новостной выпуск касательно 7 обновления я свои ошибки учел я не буду просто тупо зачитывать вам все что происходит я сделал некую выжимку мы это дело обсудим много чего на самом деле будет введено и поверьте некоторые вещи очень сильно перевернут у мир одиссея ну что ж друзья с вас как сталай подписочка колокольчик а сми контент поехали начнем пожалуй с ухудшенной текстуры местности по сравнению с горизонтами я на протяжении только буду об этом говорить приложение сколько скриншотов так вот это дело как они говорят будет исправлена цитирую мы отслеживаем ваши отзывы после обновления 6 и теперь удовлетворены тем что эта проблема в значительной степени решена этот элемент будет помечен как исправленный окончательные изменения будут внести в обновлении 7 если вы видите конкретные случаи пожалуйста ввести свой вклад в отслеживание проблем предоставив конкретные отзывы ребят я вам говорю вы видели ту зернисость которые просто обволакивать всю планету всю поверхность когда мы летим в космосе и подлетаем к ней гипер круизе потом в орбитальном планировании а потом к спускаемся вниз и летим там скажем на небольшой высоте на довольно большой скорости текстуры короче передо мной пару раз камень вылезал в которой я вылетал и гора которая ровная неровно смысле нога и гористая местность такая просто какой-то торчащий конус я не знаю найду ли среди скриншотов такое своих но такая проблема была будет ли она исправлена седьмом обновлением это дело посмотрим и естественно фронтиры запросили там какую-то определенную форму на чем вы играли когда вы играли в одиссее в горизонтах какая проблема пишите вот я так понимаю по ней мы будем им давать понять если что-то не работает идем дальше далее у нас такая ситуация производительность в одиссея то есть кадры в секунду наши любимые фпс очки которые мы так любим и ценим в горизонтах но которые страшнейшим образом себя ведут в одиссеи но в космосе кстати все хорошо при подлете к станции внутри станции да даже на планете грубо говоря может быть нормально но если искать наземное поселение пиши пропало так вот в этой области были но я естественно цитирую были объяснены дальнейшие улучшения включая оптимизацию навигационной системы и системы освещения рельефа местности это видимо про ту конусообразность и так далее то же самое касается и нпс стеклянных шейдеров и рассеивающих горных пород вот на ран горы наша команда разработчиков основного добивается значительного прогресса в более существенной оптимизации ряд из которых как мы ждем будет включен восьмое обновление то есть ребята работают над оптимизацией но 15 мая был альфа тест и в некоторых моментах кадры были лучше нежели после 6 обновления я же говорю сам сам от себя вы сами замечали ладненько допустим у них все получится и будем на это дело надеяться но конечно то что они ввели все так поменяли во время дефицита видеокарт непонятно оставили бы так как как есть а потом подрисовали текстурки но это мое мнение а мы идем дальше очень хороший момент касательно шаттлов были проблемы когда люди просто ну не могли из них выйти совершенно никак оставались в космосе и было это неприятно его перехватить то нельзя он не отображается если что ребят я пытался перехватить таксишечку потому что на на слово я не поверил то что перехватить нельзя нет нельзя так вот обновление цитирую обновление 7 предоставит игрокам возможность перенаправлять шаттлы эпикс в пути кстати это довольно неплохо избегая случаев когда игроки чувствуют себя пойманным в ловушку в длительных путешествиях мы постараемся метить эту проблему как исправленную в соответствии с обновлением 7 освободив ваши голоса для участия других проблемах ну типа на форумах чтобы люди писали про другое они про это если это сделано то будет довольно прикольно и удобно да вообще апекс такси хоть и 100 световых лет но в некоторых моментах когда хотите побегать на ногах и поделать наземной зоны конфликта наземные миссии довольно неплохо сел поехал тот же самый помощник гипер круизе только корабль который еще прыгать сам автоматически между системами ладно идем дальше а вот я когда это прочитал ребята на самом деле я просто воспал от удовольствия от радости потому что теперь торгуетские сердца как они говорят не будут боговаться то есть когда вы занимаетесь там с битвой с торгоидом если там проштрафили определенное какое-то время либо случился какой-то бах и вы просто стреляете рельсами в четыре человека на четырех кораблях прям ему в сердце сердце не уничтожается следующий не открывается и все торгует завис и фиг вы что сделаете ладно циклоп но когда медуза там выше или когда гидра это ребята довольно неприятная ситуация я с таким сталкивался раза три-четыре на стриме но благо когда были как они назывались то торгуетские зоны конфликтов гидру мы все-таки разобрали без этого бага если поправит мое почтение тогда я буду полноценно заниматься торгой да ими потому что это довольно неплохой заработок как-никак ну и фановая идем дальше теперь давайте про маленькие фиксики которые я отобрал которые мне прям вот ну так сказать понравились миленько ранее присутствовавшая запись кодекса теперь отсутствует что это означает то есть вы скажем нашли металлические кристаллы мозговые деревья там различные всякие штуки в кодексе включая даже не знаю землеподобные планеты и они про они были синие то есть вы их открыли вы их даже скорее всего могли сдать получить за это ваучер и так далее но они пропали и стали снова оранжевую типа это будет пофикшен хотя я с таким не сталкивался далее украденный третий не может быть передан на склад топлива авианосца честно я такими занимался благо денег я нафармил в к фарме там и все остальное но до такого я не опускался чтобы в анархических системах либо упаси бог в системах высокой безопасности из каких-то торговцев перехватывать их и пытаться стырить а пытаться стырить ребята довольно сложно ибо их болтает ибо их ковыряет ну ладно окей хорошо допустим допустим пофиксит далее касательно ракет ракета искатель и ракета гончая наносят двойной урон по счетам добрались все-таки добрались 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 ладно и еще одну выбор награды плюс влияние на из миссии не оказывать никакого влияния ну красивый конечно звучит надеюсь все будет так как они и написали а теперь касательно того когда нам всего этого ждать и того что будет дальше потому что что дальше этому прям мое почтение в общем цитирую в дополнение к обновлению одиссея 7 мы рады подтвердить что ряд этих исправлений и улучшений качества будут надрены для игроков горизонтов как на пк так и на консолях в сентябре мы конечно поделимся полными примечаниями к исправлением для обоих выпусков но это они там об отчете разработчиков вот об этой теме в общем ждем мы всего этого дела в сентябре когда непонятно вроде они это делают если не ошибаюсь по четвергам сегодня 1 сентября поздравляю всех кто учится так что посмотрим может быть в этот может быть следующий не а теперь друзья внимание то что мне вот то что мне прям вот запала в сердце это изменение боевой системы наземных зон конфликтов тут можно говорить об этом довольно долго но если вкратце добавляют турели до добавляют наземные турели и непростые они работают в автоматическом режиме и сшибают корабли таким образом ну если вы с дружбанами там кто-то из вас на земле бегают ножками с пистолетиком а другой кто-то там отстреливает остальных противников не знаю как у него получится потому что там мины антиксена эти как они зенитки они просто сносит все будет ли зафиксить не будут фиг его знает в общем это турель стреляет по любым кораблям которые входят в эту зону игрок может подбежать и и в как это объяснить взломать перезагрузить на какое-то время и вырубить после чего она включится либо просто компашка и уничтожить как говорят это будет довольно сильный противник для корабля один на один если вы вдруг такой смелый полетите на него но мы это дело естественно посмотрим плюс в этих зонах будут добавлены корабли и то есть нпс там тоже будут присутствовать и кошмарить все что находится в поселении я даже не представляю как это будет учитывая повторюсь мины антиксена вооружения ракеты и так далее потому что у них довольно большой урон да если по моему что-либо прилетит с корабля даже даже самое мощное что только может быть и у вас были щиты у вас сдохнут щиты но живучка то останется и внутри здания вам в принципе ничего не сделает но все же это довольно странно плюс еще такой момент не забывайте то что как бы fps в зонах конфликта у нас довольно плачевный и что будет когда там будет твориться просто кошмар я даже представить быть естественно на стриме я это делаю протестирую после выхода седьмого обновления в кербе со своей миноркой со своей эскадрой мы полетим будем там кошмарить непистью или там уж игроки будут не знаю захотят посмотреть хотя вряд ли это все-таки минорка это далеко будет понятно но их желание улучшить процесс взаимодействия между игроками на земле игроками в воздухе как бы он не вышел боком чтобы не было больше негативных отзывов в стиме и так далее потому что ребята но будем честны это очень очень требует довольно серьезные видеокарты я не знаю как с процессора в вообще не жрет практически а вот видяху сжирает просто люди также вот их fidelity super resolution работает некорректно то я уже от себя добавляю смотрел различные тесты различных игр прямо на сайте а м.д. и так далее и по приросту производительности но тут нас что-то не то но касательно fidelity super resolution если хотите видео я проведу тесты в космосе на станции на планете в поселении и мы сравним разные режимы работы но это если вы хотите но это еще не все ребята есть слушок не нашел этого дела честно есть слушок то что нам повысит наше хранилище то есть она была 120 станет 200 для меня это хорошая новость потому что учитывая сколько всего было отснято мной у меня там осталось место чтобы просто перетащить 8 усилителей что на другой корабль а потом по частям все туда перекидывать это приятно и еще момент в анаконде теперь может быть четыре командира добавили новый стул реально добавили новый стул я приложу скриншот если не забуду это довольно забавно но будет ли добавлены еще одна пипка в распределитель вот это вот интересно можно сделать три альта если вы в эпике скачали так можно можно хорошо поиграться с этим я считаю и я искренне прощу прощения то что я не сделал вам красивые там переплетение видеоряда со всякими там эффектами перестрелками и так далее просто моя видях а не выдержит и это займет день-два сорян но надеюсь та информация которую я вам дал эту выжимку и свое личное мнение вам понравится и не повторится того то что было вроде еще четвертом апдейте и будет больше таких разговорных видео где ну скажем обсуждаются различные темы а вы пишите о них мнение в комментариях а у меня на этом все всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахайте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плыли со всеми видео касательно и light dangerous друзья и это уже блин я не знаю 440 441 дофига короче нужно отснять там с торгоидами еще нужно поиграться в общем делал дофига плюс еще одиссея вышла как понимаете много чего новенького нас ждет включая боевой срви я помню то что про него говорили и обещали я помню фронтир и помню ну и возможно также многие видосы структурировал различные плейлисты что это означает примерно до 4 всего раскидан 21 плейлист до в описании обзоры кораблей толпы кораблей вооружения материалы данные стражи сборки различных фитов угарные фиты или упор это я не помню уже по торгоидом интересные места наземные миссии ручные инструменты пушки комбеза ребят дофига чё интересного но все-таки полная я информация в общем плейлисте включая почти что полуторачасовое видео по лору да я щас говорю про корабли поколений их историю также будут ссылочки на социальные сети такие как инстаграм группу vk дискорд сервер и телеграм-канал где публикуются информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также в телеграме дискорде имеются чаты что вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игры ну и так далее плюс моя эскадриль получила минорку как вы уже это знаете нас там дофига у нас есть одна система там уже космопорта имеются наземные базы и потихонечку расширяемся в другую систему хотите поучаствовать волком но через дискорд там правило которое нужно соблюдать шнуры ребята мы не дергаем и еще пожалуйста пишите какие игры вы хотите видеть на этом канале какие обзоры какие гайды какие стримы в силу своих возможностей или возможности своей техники я это рано или поздно сделаю а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока